Всем привет, с вами Саша Геннадь и Гоша Грибс. И сегодня у нас совместный обзор так называемой пивной лиги. Шесть каналов попробуют один стиль. Это будет пшеничка, либо у кого-то любимая пшеничка, либо та, которую он смог достать. А сегодня в нашем видео участвуют, помимо нас, канал Первая Варка, еще ребята из Кварта Бир. Всем привет, с вами Кварта Бир, Даня и Ваня. Пиво ТВ. Всем привет. Всем привет, с вами Пиво ТВ и моего идущей пьяный советник и хмельной доктор Юлия Сергеевна с канала Мир Пиво. Привет всем, канал Мир Пиво Юлия Сергеевна тоже здесь. Пивной Сноб. Доброго времени сутка, уважаемый, меня зовут Федор Михайлович и с вами Пивной Сноб. Фан Бирс. Всем привет, это снова Аркадий Банграс. К сожалению, Фан Бирс сегодня не смог принять участие в данном обзоре, поэтому вместо него буду я. Погнали! Сегодня вместе собрались мы снять обзор на пиво пшеничное. Мне сказали, что вначале нельзя показывать пиво, поэтому разливать я его буду под столом. Вот такой замечательный бокал с очень светлым мутным пивом стоит у меня на столе. Вот и мой экземпляр. Традиционно пьем пшеничное пиво из такого вот высокого бокала с толстым дном. Мутненькое, неплохо газифицированное. Великолепная белоснежная плотная пена. В общем, такой типичный бланш. У нас оно имеет вот такой вот прекраснейший цвет какого-то меда. Сразу видно разницу между нашими напитками. У меня оно гораздо темнее, а у советника оно гораздо бледнее. Цвет ярко-желтый, хороший, достаточно насыщенный цвет. Мутный. Пузыречки так и бегут вверх. Цвет матовый моего пива. Такой вот светло-золотистый. Цвет желтенький. И все, пена такая, пена достаточно стойкая. Кремовая, да, можно сказать, и по бокальчику она налипнет. Пена очень бархатистая, как облачко. Облачком легла к нам в бокал. Много пены, что привычно для пшеничного пива. Она белая, пушистая, плотная. Это классическая кремовая шапочка, которую я люблю. У меня пахнет мылом. У меня пахнет как раз-таки что-то такой цедрой. Фруктовые, фруктовые, сладкие нотки, цитрусовые. Да, в этом бланше очень ярко чувствуется кориандр. Он очень мягкий, сладковатый аромат. Такой медово-пряный, очень мягкий. А внутри все довольно-таки интересно. Первое, что мне приходит в голову, это, конечно же, банан. Потому что пшеница, она, как правило, должна немножко бананом дать. А тут-то не немножко, тут она прям пахнет. Не сильный аромат, но приятный. Такой вот фруктовый. Возможно, даже вот нотки банана. Банан, гвоздика, вот все как надо. Вот эти дрожжи. Пшеничка пошла такая. Биргийская. Чистая, хорошая. Банановые нотки. Они настолько нежные, настолько мимолетные. Если пахнет, то уже нормально. Да, она пахнет немножко копченостью. Копченость не чувствую, но бананчик. Но она совсем не пахнет водой. Аромат плюс, цвет плюс. Но аромат ничего особенного нет. То есть, все как должно быть, по стандартам, по канонам. Приятный летний, фруктовый, такой вот цветочный аромат. Чуть-чуть пробивается цедра, но больше, конечно, кориандра. Очень приятный аромат. Освежает и бодрит. Вот, великолепно. Великолепное обволакивающее пиво. Очень легкое, освежающее. С легкой вот этой кислинкой цедры. Фруктовики легкие. Карамельненький даже. Даже карамельчик есть. Мед с лимоном, да. И вкус, ну, пшеничка где-то вот такая вот отдаленная. Больше меда с лимоном. Ну, он такой прям, питкий-питкий. При том, что вкус достаточно ярко выраженный. Да. Не кислит. Вот, с одной стороны. С другой стороны, чувствуется и тело. Плотность его. Так что тут. Очень нежный, пьянящий нектар. С легкими оттенками банана. Естественно, пшеничка чувствуется. Без нее никуда. И еще какие-то воздушно-травяные вкрапления, которые еле уловимы в данном вкусе. По вкусу сказать особо нечего. Как бы во вкусе легкая сладость, легкая горечь, также кислинка вот, вот эта карбонизация немножко вот эту вот кислинку дает ощутить. Но алкогольных ноток нет. То есть, приятно будет выпить охлажденным летним днем. Приправы, кориандр, травы. Кислинка мягкая. Не раздражает рецепторы. Пиво освежает. Идеальное пиво летом. Поменяемся, и соляник попробует мое, а я попробую пиво. Легенькое. То есть, то, что на поверхности в этом пиве по вкусу и по аромату, оно вот именно что и во вкусе есть. Я тоже чувствую однозначно цедру и во вкусе. Я чувствую, что оно не горчит. Приятное послевкусие. Блин, оно в разы лучше, чем то, что я купил. Послевкусие у пива тоже недлительное. Такое вот хлебное, терпко, пряное. Ну, в принципе, пиво пьется легко. Приятное пиво. Просто вот ароматы, вкус, они как бы слабенькие. Не яркие такие вот. Но пиво не противное. Оно приятное. То есть, освежиться будет приятно летом. Ну, и послевкусие у него такое достаточно насыщенное. Там и медок появляется где-то небольшой. Есть, такой цветочный. Цветочный, да, с сеном, соломой. Хмелем там вообще не пахнет в этом пиве. Дрожжи или солод? Дрожжи солод, да, основные. Ну, это нормальная ситуация для пшеницы. Иногда ее даже, мне кажется, хмелем и портят. Когда ты вот уже понимаешь, что это банановый отголосок в данном пиве содержится, он тебя преследует до конца и на послевкусии так лихо закручивается, как будто бы сливочным мороженым. Конечно же, это пиво водянистое, но бланши не крепкие. 4-5 градусов. Они и созданы, чтобы освежать летом. Поэтому не буду придираться, что оно водянистое. Оно таким и должно быть. Понятно. В общем, то, что дороже 64 рублей, однозначно лучше. Я не знаю, я, наверное, это даже напивать не буду. Пивоз хороший, реально хороший. Просто пьешь его там даже бутылками целыми. Оцениваю прям чуть ли не 9 из 10. А по 5 балли 4,5 из 5. 0 из 10, 0 из 5. Мне более интересны сорта поглубже, где вот эта вся пшеничка, она представляется под несколько иным ракурсом. И где вкус на остатки не такой сливочно замыленный, не такой сливочно мороженый. Вот как-то так. Но в целом оценка моя данного пивасу весьма и весьма, я думаю, будет высока. Это, наверное, 8 из 10. Если бы не мелкие недочеты и не мелкие недостатки, я бы, в общем-то, на все закрыл глаза. А так только 8. Да, мне оно нравится. А вам? Так как мы с Ваньком, в принципе, небольшие любители пшенички и, наверное, не можем особо выделить какой-то любимый свой сорт или любимую пивоварню, у нас было вот это вот пиво, оценка, если оценивать ее чисто как пшеничку, я бы, наверное, поставил довольно высокий балл, потому что она соответствует всем стандартам, которые вообще применимы к этому слову. И очень питкое, и здоровское вообще пиво. Но если ставить по Антабту, именно еще делать акцентный интерес, то, возможно, я бы занизил, а как пшеничку я бы ему четверку, наверное, поставил бы спокойно, по пятибалльной. Да, соглашусь с тобой полностью. Если рассматриваем как пшено, то это достаточно высокая оценка. У него небольшой провал в теле, да, именно по телу пива, но если мы рассматриваем это как пшено, то я тоже поставлю даже 4,25, но в Антабте бы я тоже, конечно, поставил бы меньше. Просто я не предпочитаю такой стиль пива, как я уже сказала, я немного представителей этого стиля-то и пробовала. Ну вот, если бы я оценивала это пиво, то я поставила бы ему 3 балла, 3 из 5. Для масс-маркета это очень неплохо, поэтому мы выбрали это пиво для обзора. Вкус, запах, баланс, есть некоторые претензии к газации. Ну, она очень быстро сходит, поэтому как бы вот вторую половину бокала ты уже пьешь и уже нормально, уже газа мало. Ну, неплохо пиво для того, чтобы где-нибудь, если кто-то отдает свое предпочтение пшеничке, разбавить лагер и пойти на природе там с друзьями. Да, вообще-то очень лёгенькое, хорошее летнее пиво. Всем советую, хотя бы могли много чего насоветовать. Общий балл, у меня 4 где-то. Пятерку поставлю ему. Ну что, вскрываемся? Да, вскрываемся. А, нет, перепутал. Там, короче. Бланш де Брюссель, песающий мальчик. Шнайдер Вайс, конечно же. Шнайдер ТАП-1, у них очень много тапов, и это все пиво, оно все с пшеничными саладами. Вот поэтому пробуйте, блин, Кварта рекомендует Шнайдер Вайс пиво. Да, наверное. Думаю, вы догадались, что за пиво мы с Сашей пробовали. Это Францис Кайнер. Если вы хотите его попробовать, выйдите во двор, дойдите до ближайшего магазина, и с высокой долей вероятности оно у вас там будет. Пришло время раскрыть карту. Я сегодня пил, естественно, естественно, свою любимую Бельгию, а именно Бланш де Намюр. Итак, сегодня с нами было пиво Сибальдус Вайцин Нюрнберг. Францис Кайнер. Немецкое пиво. Немецкое пиво Францис Кайнер, а вот пивоварни Шпаттен Францис Кайнер. С вами были Саша Геннер, Лига Уша Грипп, проект Первая варка пивоварни Биарбрёв. Пивная лига. Короче, всем пока, да. В общем, с вами была Пиво ТВ. Подписывайтесь, ставьте лайки, да. Расскажите всем, кого нажмите. Спасибо, что посмотрели, это была пивная лига, Кварта Бир, Даня и Ваня. Всем спасибо большое, пока-пока. Подписывайтесь на все каналы, которые принимают участие, их сколько-то. С вами был Алина Сергеевна, канал Мир Пиво. До новых встреч. Всем пока. А с вами был Аркадий Панкрат. Спасибо, что досмотрели данный видос до конца. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока. С вами был Пивной Сноб Фёдор Михайлович. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ставьте лайки, оставляйте комментарии к ролику. Пробуйте только качественное и вкусное пиво. И что самое главное, берегите себя. Это, это, это трэндж. Обливаться. А я пшеничка была идея. Ну, я предложил. Бля. Обливаться пшеничка просто. Вы понимаете, с кем мне приходится работать? Это вообще трэш. Ааа, трэш, ка-бля. Бля, вырубай. Здоровайся. А я? Салют кому? Блядь. Всем привет. Всем привет. С вами Кварта Бир. Даня и Ваня. А, у меня нет любимого пшеничного. Я не люблю пшеничное пиво, поэтому я просто купил пшеничное пиво. Первое, которое мне попалось. Фруктовая горечь тоже едва заметная, такая вот травянистая. Скорее просто вот ощущение, никакого ощущения. Просто освежающий такой вот эффект. Стакан ли сделал? Что такое? 98 рублей, туалетная бумага. О, надо взять. Ее надо взять, вместо 139. Ты в курсе, что все пишется, мы все это отправим в турнир? Да, знаю. У нас сегодня неожиданный такой обзор на природе. Мы очень далеко от дома. Поэтому запахи костров и прошлого. Запахи костров и прошлого. Освежает и бодрит. Давайте попробуем это пиво. Еще в послевкусии немного беленького хлебушка пошло. Возможно, возможно. То есть, если с сырком заедать, то бутерброд получится. Прям такая вот насыщенная. Прямо аж нос отбернул, блядь. Да, мне оно нравится. А вам? Блядь. Гаррика словил. Гаррика словил. Я не... Почему ты с вами перезаписываешь дубль? Я что? Че в том дубле? Я плохо. В том дубле что неправильно было-то? Пауза очень большая. Если я буду вставлять, то будет... Да вот я монтирую, потому что я знаю, где геморрой, Саша. Поэтому слушай меня внимательно и запоминай. Первая варка, удачи вам с монтажом. Мы старались как могли.